как то прошлом видео сказал я такие слова есть у меня одно предположение и в следующем видео я постараюсь его подтвердить или опровергнуть ну и теперь настало время подтверждить или опровергнуть смотрим сейчас давайте посмотрим на так называемые косвенные признаки откроем крышку бака и послушаем слушаем внимательно камера ближе прямо отчетливый шип то есть газы идут в обратку и соответственно бензобак топливный бак подключаемся в асей заходим выбор блока управления нас интересует электроника двигателя давайте посмотрим кода неисправности неисправности не найдены то есть это радость радует заходим в время и группы прочитать обороты минуты количество впрыска стабилизация и температура нас интересует здесь самое главное это 13 и 14 группы 13 давайте сразу откроем 14 считается что коррекция по впрыску должна стремиться к нулю но от нуля до единицы хоть в плюсе хоть минус и это считается в идеале от единицы до двух ну как бы это норма уже на грани как видим здесь четвертая форсунка уже стремится к двум 179 так то это в допусках но тем не менее скорее всего я так думаю что через нее и проходят газы которые поступают в обратку и соответственно фильтр поэтому грязный фильтр такой ну лечь это все это довольно просто я уже проделывали проделывал такие работы покупается ремкомплект форсунки он стоит порядка рублей 400 ремкомплект форсунки обязательно болт удерживающий лапку потому что резьба у него вытягивается но вытягивается он сам и соответственно резьба если кому-то интересна тема замены ремкомплекта то ссылку на видео я оставлю в описании это сама насос форсунка соответственно расходники сам ремкомплект так что скорее всего нашел я проблему почему грязный фильтр ну вот на этом все всем спасибо всем пока